Всем привет дорогие друзья. Всем привет. С вами как обычно Вулди, Тентр и мы сегодня будем делать обзор на карту SM9 Kairos. SM9 Kairos это у нас варкап под номером 180. Проходил он с 19 июня по 25. Прислал демок в ЦП мне очень много, в ВК-3 всего 2. Обо всем мы это посмотрим, о карте поговорим и, пожалуй, начнем. Так, давай ты начинай, я до спектра зайду. Угу. Ну появляется мы в этом квадратике, в этой полукомнате. Выпрыгнуть здесь ниоткуда ничего нельзя, простора нет, приджамп не сделать и старт начинается у нас получается на пределе, ну, когда заканчивается, ну да, я так понимаю, да, вот сразу же. Дальше у нас пады, 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 пады и наклонные. На наклонных прыгать нельзя, зато по ним можно скользить и забираться на них. Судя по всему, ну, как вариант, если совсем медленно проходить, можно залезть так же, как я вот сейчас сделал сюда и отсюда отпрыгнуть туда. Но я вижу, что можно... В ВК-3 никак сюда не долезешь. Да-да, ВК-3 это не получится, поэтому мы пойдем вниз. О, я дожал. Так, что у нас здесь? Здесь также наклонный, который можно использовать для подъема наверх и рампа, которую также можно использовать для подъема наверх. Наверно, да. Тут у нас развилка, перекресток. Там мы видим, что у нас светится Battle Suite и Quad. Там у нас, вижу, плазму. Ай, куда идти, что делать? Это у нас не кнопка. Ага, и там граната. Значит, нам нужна по-любому плазма, раз такие стены. И пойдем попробуем ее, наверное, взять. А чтобы пропознить, нам наверняка нужен БС. Ну, все логично пока, в принципе, сходится. На самом деле, карта очень интересная. То есть, здесь не одна дорожка, их несколько. Тут надо аниматься их поиском и, в общем... Да, в общем-то, и Quad дает 3 секунды, значит, он нам, в принципе, бесполезен. Туда прыгать я не вижу смысла зачем, поэтому... И, наверное, скорости, да, скорости не хватит. Так, немножко повторяем. О, плюс секунда. Так. Забираем БС. Забираем Quad. Который, да. И... Так. И тут у нас Слик. Слик, две арки. Надо было девмап, наверное, сделать. Ну... Ща... Давай я сейф-познал. Щас. Все, я сейф-познал. Щас. Щас. Я сейф-познал. Щас. 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 Давай на три части тогда. Сначала ты покажешь стандартную дорожку, потом на дорожке, и потом ты быструю дорожку. Не, ну быструю... Не, ну пусть быструю, я думаю, не одна, поэтому... Ну, в общем-то... Так. Неудачно сохранился. Сликаем, сликаем, сликаем. Сликаем, видим, что сликать нам надо по кругу. Оп. И... Так, щас я нормально сохранюсь. Сликаем по кругу. И надо четко варку, да? А, вот. Тоже. Ага. Ну, в общем-то, это, конечно... В физике CPM этот, коротко, в принципе, не нужен. Да. В физике CPM можно просто вот так вот сделать вот так вот. И долететь до плазмы. Плазмы нас перебрасывает на бесполезные пады, которые казались бесполезными. Изначально. И... Возвращаемся, и получается... Ага, АПСа нет. Сейчас я возьму АПС. У тебя плавно есть разворотник, хотя... Нет. Всё, тебе никак. Ой, ну ладно, у меня есть Ноклип. У меня есть... Гив... Баттл и Сьюит. Так. Уроки читоводства. На канале Вудэкстрим. Так, в общем-то, отлетаем мы до места, где мы возвращаемся с подбора плазм. Видим две стеночки и... Собственно... Так, на всякий случай я дам себе клад, чтобы наверняка залететь. Сохранюсь. Ой. Сохранился. Да господи, что такое? У меня просто кнопки рядом стоят, так. Ну, клип. Полетели! Ну, в общем-то, пока я лечу, берём плазму. Прыгаем, прыгаем, прыгаем. Там у нас дабл джамп. Тоже можно использовать. Прилетаем в итоге сюда. Да. Сохран... Что такое? Не везёт сегодня. А тут, по-моему, можно, да, отсюда прыгать. Ладно, не буду сохраняться. Сразу плазму. Да. Сейв надо было нажать. Вот. Так. Сначала, в общем-то, показываем тогда. Ну, карта такая сама по себе, да. Они не простая, если уж судить. Тем более, что, исходя из демок, которые прислали, там чуваки, в основном, матерые. То есть, новичков, по-моему, нету даже. Берём... Берём... Бейс... Баттл Сьюит. Здесь мы поворачиваем на плазму. Здесь нам выгоднее, естественно, с дабл джампом. И... Долетаем до гранаты. Наконец-то. Пытаемся сейвить, я надеюсь. Да. Я засейл так. Окей. Тут у нас что? Тут у нас кнопка. Тут у нас кнопки. Эти кнопки у нас взрывают... ...гранату, да? Да. Значит, что мы можем сделать? Мы можем попробовать... ...сделать вот так. И не получится у нас ничего, да? Даём себе опять... ...баттл. Чтобы не умереть. Значит, надо делать 2Х. Как делаем... Как делаем 2Х? Объясняли мы в видео про гранаты. У меня не получилось. Поэтому, кому интересно подробнее... ...можете посмотреть то видео. Вот, в общем-то, сделали мы 2Х. Успели сделать 2 выстрела. И как раз на большой скорости мы взлетаем в эту дырочку. Там, потому что больше как вроде некуда. Там какой-то подъём. Всё очень интересно. Ну, карта, кстати, очень... ...обширная. Что бросается в глаза. Так, это вот открытость. Вот. Нету вроде как каких-то закрытых зон. Всё видно сразу. Падаем вниз. Ни опов. Никаких предпосылков. Предпосылков даже Кобу не было. То есть, оп там никак не поймать. Здесь только рандомно... ...вот об эту стеночку. Плазми вниз себя. А, да. Если плазма, то можно. Вот. Значит, там... У нас есть граната. Можно её выстреливать, кстати. Ну, в общем, Enter, расскажет, что и как можно. Я показываю карту. Здесь мы залетаем вверх и... ...отбирают у нас вот где-то тут. Я так понимаю... ock – всё. Стрефим с трефим. Опа. О. Ты видел тут? Косяк? Это из-за кривого тригера. Да. О. Хо-хо! Я уже не замечал ни разу. Вот. В общем-то... Вот прямо вот на этой линии... ...нам... Дают ракеты. Вау, что за жесть. Верьте, я ни разу этого не замечал. Дают 200 ракет. Ну да. Дают 200 ракет. В принципе, тут спамим, спамим, спамим. Тут на любой вкус, либо поверху, либо понизу. Тут уже не на любой вкус, только понизу. И три рампы, которые поднимают нас наверх. На некоторых игровых, нет? Нет, рампы... Да, рампы даже не сликовые, не прыгаются, тоже просто... Никогда среднюю не проверял, вдруг там прыг можно было. Да-да-да, подстава была. Ну, значит, набираем достаточную скорость и... Получилось. И... Твои х. Опять не получилось. Нет, получилось сегодня. Нет. Не получилось. Чуть-чуть хипятил. Ай, вторую забыл. И вылетаем наверх. И так как у нас девмап, у нас, конечно же... А, нет, я не... Нет. Не прошел линию старта. Да, старт триггер. Не, не, не... Да. В общем-то, тут у нас финиш. На этом, по идее, все карты. То есть, вот у нас сверху. И... Она очень просторная. Нигде... Никаких клипов, по-моему, нету. Обнаружено не было. То есть, везде можно быть у нас сроки на старте. Мы могли бы сразу пойти там на гренку, допустим, с гренки куда-то. Ну, уже сразу на финиш. Либо как-то начитерить отсюда, туда накидать. Будет тут телепорт. На старте накидал 15 ракет и сюда сразу. А-ля агорафобия. Так, ну что, меня теперь показывает. Да, теперь покажет Enter, как можно извернуться. Да, что тут есть. Во-первых, ну, старт он, старт. Я просто попробую сейчас альтапнуться. Я периодически буду альтапаться, наверное. Так, вот экран. И это Radiant. Это программа для детектирования карт. Ну, и для прописывания карт, так скажем. Здесь видно, как выглядит триггер. То есть, он впритык к стенкам. Его здесь никак не опрыгнуть, не перепрыгнуть. Надо будет в следующий раз так вязать. И что еще можно сразу показать? Ну, и больше ничего, наверное. Все остальное по дорожке. А триггер натянут на сколько? Наверх. Наверх. Да там его не перепрыгнуть никак. Не, ну, в том плане, что был бы у нас рокет. Допустим, мы бы могли его оплететь, да? Да, конечно. Там просто рокет. То есть, он просто доверху, вот он до конца кубиков, да, я так понимаю? Вот он, да, до вот этого места. Угу. Значит, что можно сказать? Ну, с самого начала стрейфим от стенки. И здесь у нас есть где-то, наверное, три варианта прохождения. Ну, я не знаю, насколько три. То есть, мы просто прыгаем к стенке, немножко сликаем. И, и у нас дальше мы либо вот так вот падаем вниз. И дальше пытаемся проходить тоже несколько дорожек. Либо слева, по вот этой вот наклонной можно подняться наверх, и пропалет сюда, и дальше. Либо здесь можно без даблджамп попрыгнуть. Либо себе можно здесь даблджамп сделать. И, в общем, в итоге мы прыгаем сюда. Ну, какой вкус дороже. Я сначала покажу, как я сначала изучал. То есть, проходил здесь. Долго думал, как туда вообще добраться, вот туда. Здесь нифига не понятно. Я представляю, Энтер стал такой в этих двух стен и думает, как же тут добраться. Да, если я вообще думал, куда сбежать вначале, нифига не понятно. Ну, тут да, нифига не понятно, на самом деле. Естественно, заметил тот батл сьюит, подобрал его, долго думал, что с ним делать, нафига он вообще нужен, нафиг его подбирать, может, не надо. Может, его потом подбирать. Да. Эх, надо было засейвиться. Хотя я сейчас... У Энтера бинды просто есть на дырмап. Вот. Здесь... В принципе, здесь ничего интересного. То есть, здесь, как обычно, мы со слика надо прыгнуть туда. Либо по кругу, либо без круга, если CPM. И здесь мы подобрали плазму. У нас есть несколько вариантов прохождения, опять же. Здесь делается такой тип и тележамп. Ну, тип и тележамп, потому что он не настоящий тележамп. Дальше у нас с плазмом можем сделать бусты. То есть, я делал, например, буст вот на этой плана. Блин, нет. В общем, сразу после вылета. А, его отобрали. Давай я сделаю так. В общем, черт, надо умирать, потом респавниться. Да-да, потому что плазма без кулдау написит. В общем, я делал буст на вот этом пазе. Делал даблджамп вот здесь. И делал второй буст сразу по приземлению где-то вот здесь. Получалось, в принципе, очень быстро. И по прыжкам дальше получалось отлично. Вот. Дорожки в УК-3, я не знаю, сразу объяснять или потом. Ну, давай сразу все, что можно. Хорошо. Что я хочу сказать. Во-первых, здесь есть, ну, как минимум, две дорожки. Ну, самые основные, которые видны. Первое. Подобрать сначала плазму, потом неизвимость, потом бежать по гранате. Второе. Сначала неизвимость, потом плазму, потом назад. Я проходил обоими дорожками, смотрел, что быстрее. То есть, ну, и в УК-3 тоже и то, и другое проходил. Через какое-то время, когда на старте у меня хорошо получалось все это проходить, я заметил то, что можно вот отсюда вот так вот допрыгнуть наверх, если постараться. То есть, здесь, то есть, либо мы вот как-то вот так вот выворачиваем наверх и подлетаем, либо очень хорошо стрейфим, либо можно просто залезть наверх, вот сюда, остановиться и сделать прыжок простой. И мы залезаем на самый верх. И здесь, если мы как следует разгонимся, то мы можем допрыгнуть вот сразу вот досюда. Да, но это очень много экономит. Да, то есть, нам не нужно там рампу использовать, отбегать, вот это вот все вокруг. И получается, что... Вот быстро проходим. Ты там сделай. Хотя ладно. Что делать? Вот. Ну, то есть, стартуем, прыгаем. Немножко здесь пролетаем, делаем три прыжка и получаем сразу неизвенность. Ну и с нее дальше уже можно подбежать, как-то подбирать плазму и с плазмы туда дальше к гранате. Это получается самая высшая дорожка из-за того, что экономится вот только вот всего. Ну да, изрядно очень экономится. Вот. Теперь в ВК-3 немножко объясню. В ВК-3, к сожалению, такой вот крутой трик с ней получается никак. Так, только падение вниз, потому что тут вот эти наклоны, они не позволяют так хорошо подниматься. И в ВК-3 все это проходится через низ, через прыжки вот здесь вот. Да, но ВК-3 достаточно геморрой, но получается. Да. В ВК-3 опять же две дорожки. Вот мы допрыгали сюда, сюда. И здесь у нас либо бежать налево, либо же бежать направо. Если мы бежим... Чёрт, я сам себя слышал. Не знаю, я таких же сделал. Вот. Если мы бежим налево, то... Так. Если мы бежим... Я всё равно себя слышу. Да ты чё, не можешь. Не знаю почему. Вот. Вот теперь. Если мы бежим налево, то у нас ВК-3 вот здесь вот очень сложно на самом деле остановиться. И прям мы тратим либо несколько секунд на то, чтобы это сделать, либо пролетаем прямо и делаем как раз круг. А круг это очень много по времени и много времени занимает. Я к своей демке прыгал отсюда, тормозил вот здесь вот. Медленно-медленно, это же не СПМ. Тут приходится... Вот тормозил где-то вот здесь вот на это почти краешки. Потом прыгал вот сюда. И отсюда с рейфом вот таким вот образом допрыгивал до плазмы. А кстати говоря, можно прямо с пада вот круглого вот в ту арку дальнюю залететь. Я видел так делали. Смотри, я понимаю, что ты видел. Но когда я пытался проходить, я не мог допрыгнуть. Сейчас я тебе покажу почему и как и в чем прикол. Если вот прыгаешь здесь, прыгаешь сюда и вот отсюда идут прыжки налево. Ну да. Здесь как раз получается все, что вот с этого прыжка хрен до меня не долетишь. Надо прямо очень завернуться, чтобы не долететь. Или до вот этой арки. А, нет, там вначале брали... Это как раз потому, что они использовали другую дорожку. Они сначала брали неуязвимость. И потом уже оттуда с большой скоростью тогда можно допрыгнуть до арки. Вот. И я это обнаружил уже после того, как я записал вот эту дорогу сначала через плазму. Ну ладно. Отсюда в боку 3 есть две, ну как минимум две дорожки. То есть либо мы прыгаем слева, здесь поднимаемся немножко, вот куда-то, вот сюда. Берем это неуязвимость и как раз прыгаем дальше по до этих, вот сюда. Ну не сюда, а налево, потому что нам нужно сделать, чтобы до плазмы допрыгнуть до туда. То есть отсюда уже вот стрейк, как раз допрыгивает сюда, это плазма. Так. Так. И есть второй вариант, сложный, который я делал, много-много пытался, но в результате я не смог с ним записать дымку. Хотя он получался. То есть когда мы прыгаем здесь стрейком, либо 3, можно вот здесь вот притормозить немножко, что сказать, направо и два прыжка вот отсюда запрыгнуть сразу вот туда. Угу. Да-да. Я видел, Роман как раз так делал. Получалось. Это экономит много, но это очень сложно действительно. У меня прям вообще редко получалось. Прям нужно пиксель в пиксель попасть вот сюда, не сделать ским. Да, минимальную. Нужно плащейски не сделать, потому что если делаешь, ты немножко притормаживаешь, у тебя прыжок получается меньше, и ты никак не добьешь до туда. То есть тем более этого кутрито, два прыжка, это в общем избилять нельзя. Второй вариант это отсюда делать два прыжка. Сейчас еще раз попробую. Вот тоже где-то вот в этом месте. Вот с этого краешка вот так вот долетать. И так, не знаю, у меня получалось чуть-чуть чаще, чем вот с левой стороны. Но в принципе по расстоянии это же самое. То есть мы долетаем сюда. Это хардкор. Да, долетаем сюда, делаем прыжок и сразу залетаем на неизвимость. Вот. Ну а дальше все как стандартно. Допустим, это физика в УК-3. Мы выпрыгиваем отсюда с телепорта, у нас уже имеется небольшая скорость, мы чуть-чуть стрейфим получше. То есть это скорость больше, чем у этого прыжка. Ну не на много там будет. Ну да, давай лучше там закормлюсь. А у тебя же килл там, там же сейф у тебя будет. Он не там, он у меня около неудимит сейчас. Сейчас я буду. Да, на то. Где-нибудь здесь повыше, чтобы было время. Читы from enter. Оп. В УК-3 мы стрейфим, здесь делаем плазмоджамп и дальше прыгаем. А плазмоджампу, то есть можно долететь, да? Да. Только я нужно почти идеально сделать. Плазмоджампу. Ну, не нужно рампу взять, если посередине пострейфить, то здесь с одной плазмоджампу можно. Ну или в крайнем случае сделать еще один плазмоджамп на плазмоджампу. Ну, либо рампу, в общем-то, либо плазмоджампу, дальше мы стрейфим, стрейфим, плазмим. И долетаем до вот этой гранаты. Вот таким вот образом. Здесь тратится 4 плазминки. Здесь у нас 2 варианта прохождения. Я, к сожалению, до второго не задумывался, но ладно. Мы даже 3. То есть, первый вариант... Вернуть вверх, пока она не приземлится. Вариант номер 2, бежать сюда, когда подбегаешь вот сюда. Я все равно себя слышу, то есть делай, как менять. Ты очень тихо, я не знаю, почему ты меня не слышишь. Ну, потому что в колонках, наверное. Нет, без колонок. Странно. Вот. Короче, можно бежать сюда, выстрелить и... И промахнуться. В общем, если хочешь, чтобы было быстро, то тут нужно геморроидиться с попаданием в эту кнопочку. В общем, в идеале нужно выстрелить вот прям в самый краешек, и потом уже словить это все. Две гранаты используются вот эту стенку. Ну, или одна, я не знаю, в зависимости от скорости, от высоты. Вот, дальше. Здесь три варианта, наверное, прохождения. Вариант номер один. Прыгаем вниз, кидаем гранату. Запрыгиваем наверх. Ну, самый простой получается. Вариант номер два. Я себя слышу два раза. Я не знаю, что это очень тихо у меня. Ладно. Вариант номер два. Прыгаем. И вот так вот ловим гранатом. То есть, это немножко сложновато, но это можно сделать. Вот как-то так подлетается. То есть, в процессе полета, мы кидаем гранату вот где-то вот на этом уровне, вниз. Так, чтобы она ударился потолок вот этот вот. И вот сейчас я, кстати, тебя не слышу. И когда она приземляется, мы ее ловим. Дальше. Вариант номер три. Вариант номер три мы, так как у нас имеется около 8-9 плазминок, мы просто переключаемся на плазм, прыгаем к этой стерке и вот так вот заплазмим наверх. И, по-моему, это самый быстрый вариант. Плазмим наверх? Да, у нас плазм отбирают только вот здесь вот. Ну, точно ведь. Вот. Вот я вот эту пил, конечно. Да. Ментер открыл глаза, мне просто открыл глаза. Вот, я сейчас переключусь на радиант, покажу немножко вещи. Во-первых, то, что у нас вот здесь вот плазма, которая дает, при подборе самого оружия, здесь триггер, который нас вот на это место телепортировал. Здесь нигде, в принципе, ничего интересного нет. Вот эти вот, вот эти значки, это не триггеры, это просто кто-то кривые текстуры на них наложил, из-за этого как раз лагает. Ну, не лагает, вот такие лаги случаются. Вот мы находимся, вот она дырка. Вот мы упали вниз, триггер как раз, вот он находится, вот он отбирает все. Следующий триггер находится впереди, как раз сразу после подъема на, вот по этой рампе, здесь, который нам дает ракеты. Сколько нам дает ракет? Он нам дает 19,999 ракет. Ну, очень много ракет. Да, мы можем их прям тратить, тратить, тратить. Ну и последний финиш находится вот здесь вот наверху, вот на желтый триггер, когда мы вот как раз поднимаемся наверх. В принципе, ничего больше интересного здесь вроде анти не показать. Так, ну так вот, мы здесь упали, прыгаем к стенке, вкладываем наверх, стрейфим, стрейфим, стрейфим. И начинаем здесь ракетами от всех с ним пытаться. Ну, я очень сильно, я очень много потерял, я подозреваю, да? Ну, не очень много, у меня там ракеты вообще не получилось, и пазма наверх тоже не очень. Вот, ну и в принципе, вот такая, такие дорожки здесь могут быть. В УК-3 здесь, в принципе, все то же самое. И гранаты точно так же кидаются, и ракетами практически точно так же отстреливаются. Единственное, наверное, то, что здесь вот поворот, они такие не получатся, как должны быть, то и здесь. Ой, какой ужас из-за кривых триггеров. То есть здесь от этой стенки, от этой стенки, как-нибудь вот отсюда или от пола, и... И, наверное, да, забитаем. Ну и, наверное, все... Ну да, наверное, посмотрим, что могут нам предложить пользователи дэкфрага. Да нет, я думал, в демках посмотрим. Хорошо. Ты основные дорожки, я думаю, показал. Да, я много про них рассказал. Да. Ладно, переключаемся на... Демки. Варкап. Варкап 180. Сейчас я посмотрю, я вообще. Да, показываю. Ну и начнем с Ваку-3. От традиции. Да, у нас две демки Ваку-3. Одна от Феоса, вторая от Кето. Сразу поздравляем Феоса со вторым местом. Да, Феос красава. Молочек. Минута 0,4. Если у него, конечно, там нет рандомных обув, но... Ладно, сейчас посмотрим. Ну, будем надеяться, что нет. Да, плей. Плэй. Плэй. Начинает он обычным стрейфом. Через... Ну, здесь вниз по-любому. Через центральную рампу. Да, с рампой без джампа. Брал вначале плазм. Левая дорожка использовала. Использовал как раз круг целиковый. Целиковый. Интересное слово. Ну, вот этот круг он очень много. Вот пять с половиной секунд потерял. Можно было без него проходить. Нет, не менее здесь очень интересная дорожка. Слушай, это, судя по всему, поэтому... Там джид. Квад для этой дорожки. Может быть. Очень интересный вариант прохождения. У меня все то же самое было, только я не круг не делал. Надо было мне... Надо потом еще мою дампу показать. Потому что мы потребляем очень мало дампу. Ну, сразу покажи, покажи, что... Использовал среднюю рампу по спейсингу, так получилось. Да, и вот еле-еле на долетел до верха. Да. Минута 0,4 и того. В смысле сразу мою? После кет или перед кетом? Ну, после, после. Она как бы вне, так сказать. Ну, кето, поздравляем с первым местом. Да, жаль, он это не увидит. Но мы его искренне поздравляем. Плей. На 10 секунд быстрее. Практически. Посмотрим, что он нам может предложить. Сразу видно, что стрейф на более высоком уровне. Он сразу прилетел по центру, куда надо. Он высоко здесь проскочил. И пошел он у нас на... БС. Сразу пошел в The Battle Suit. Попадает. Сразу как раз в эту арочку. Да, да. Прошел это место, кстати, относительно медленно. Использовал вот как раз этот плазмоджамп. Правда, медленно? Ну, а он медленно пошел. Да, но он мало посликал. Можно много скорости. Вот. И использовал... Какой слик сейчас? Нет, все равно он там не очень прошел. Ну, я видел, как там Ютун проходил. Также использовал среднюю рампу. И перебил. Секунду с лишним. 1 на 1. Вот. Так что, сейчас показать? Бывай 10? Да, да, да. Показывай. Так, ладно. Я не знаю, надо тебе скидывать или потом. Ну, наверное... Это долго будет, вот ты покажи, да? Да. Я... Сейчас... Как она карта называется? СМ-9... СМ-9 Кайрос. С... СМ-9 Кайрос. У меня демка за 56,9. Медленнее на... Почти на 3 секунды. Как раз из-за того, что я... Дорожку правильную не нашел. Можно так сказать. Проходил я... В принципе, стандартно. Здесь поднимался по левой стенке. Чуть-чуть сказать. И вот здесь вот я резко тормозил. И кое-как заворачивал в эту арочку. Здесь... Если так не тормозить, то как раз секунды-полтора, наверное, будет. После телепорта я поднимался наверх. Брал неуязвимость. И потом уже с нее возвращался назад к гранате. Вот здесь у меня девять плазмных рассталов, с которыми я просто заплазнул наверх. И очень хреновые рокеты. Очень медленно поднимался. Здесь, наверное... У кета даже быстрее, да? Да-да-да, намного. Подъем. Вот. Ну, в общем, как-то так. Вернемся к нашим демкам. Варкап. 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 Ну что ж, переходим к CPM демкам. Начнем с... Рикошер. 55 секунд. 55.3. Австралия. Play. Топ-9 у нас австралиец. Посмотрим, что он нам может показать. Ну, так же падал вниз. Достаточно медленно он прыгает. Брал... Проходил левой дорожкой. Вначале брал плазм, после плазмы остановился, что категорически запрещается вообще в ЦПМ физике. Все как-то... Зачем-то рампу вязал. Берем, можно было попробовать. Использовал две. Вау, через верх. Да, вот. Ну, как-то не нашел себя, может быть, на этой карте. Да, игра туда прыгнул наверх. Ну, и такие себе рокеты. Не, ну, чувак явно постарался, потому что эту карту нельзя пройти. Тут нету просто телепортов, каких-то вот таких моментов, где можно... Тут все надо с первого раза делать. Поэтому все равно парень постарался, за что ему отдельное спасибо, молодец. Пусть дальше радует нас и демками из Австралии. Ну, и... Ну, и переходим к топ-8 Avenger в России. 47 секунд. Быстрее на... 8. 8 секунд. Смотрим. Play. А, да, все нормально. Он же Роди, но я на самом деле, почему-то даже расстроен. Словил оп. Ты там оп, да ладно. Да, да, прикинь, я тоже не знал. Нет. Вначале также брал плазму, потом шел за БСом. Ну, кстати, я не знаю, быстрее за БСом, или за плазму будет вначале, или нет? Нет, нобыстрее, но... А, ну, если ты поверху берешь БС, да? Да, там намного быстрее получается. Все, 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 понятно. Так, забрался также по стене с плазмой, да. Ну, и такие рокеты, честно говоря, не очень хорошие, потому что он одним рокетом дал себе 200, другим рокетом дал себе 100, когда должен по 500 выбивать минимум. Ну, вот как-то расстроил, конечно, лично меня, по крайней мере, Роди. Может быть, времени не хватило, может быть, еще что-то. В всяком случае, старайся лучше, братан. Так. Дальше, Dream, Россия, 46 секунд, 46,5, быстрее на секунду, play. Даже Dream перегнал известного Родиа. Ай-яй-яй. Ну, поделать. Ну, кстати, он здесь достаточно фич. Да, подел четверг, полетел, да, на самый низ. Боялся перелететь, наверное, или как-то. Ну, в принципе, оригинальненько взял плазму. Использовал потом рампочку без джампа. Закидывал наверх. О, и даже с прыжком он затаймил, ты видел? Да. Нет, ты, ты видел? Это очень классно, я читаю. Кстати, мне кажется, можно там успеть ГБ сделать после подъема. Ну, надо просто очень низко приземляться, и это не так просто. Ну, я бы приземлялся, если бы я додумался. Я бы делал все возможное, чтобы быстрее пройти. Но я не свой. Ну, пройдено классно. Dream растешь. Большое спасибо, что участвуешь. Дальше. 44,6. Демка от Аншевина. Посмотрим play. На 2 секунды переехал Dream'а. Ну, в принципе, очень много таймов. Вот. 44, по-моему, да? Там целого тайма 44. Мне кажется, вот этот оп, я вот в той демке Dream'а начал говорить, этот оп очень техничен, потому что тут важно не зацепить наклонные, чтобы этот оп не потерять. Он с даблджампом забирался. Да, очень классно. Ты с квадом. Да, очень классно. Вот игра на таки. Очень круто. Слушай, Аншевин, как всегда. С падения. Воу-воу-воу, Аншевин просто. Аншевин тут трогает наши сердца. Просто молодец. Да, очень неплохо пройдено. Да, очень классно прошел. Жаль, что он не нашел, наверное, в срезу, да, получается, сверху. Да, получается, да. Ну и на 200... Да, на 200 его где-то перемил в Белоруссии. Пожигание. Play. Использовал жоп. Скорее всего, вот этот топ и был плюс 200, может быть. Как думаешь? Ну, честно, не знаю. Сейчас посмотрим. Может, у него что-то еще хорошо пройдено. А, слушай, вот я вот вижу, что у него, в принципе, побыстрее, да, чем у... И густ тоже получился. О, без 2x. Очень классно. Да, у него побыстрее, но... Как-то вот он, видимо, где-то закосячил и... Не, ну, слушай, очень быстро проходит. Непонятно, на самом деле, почему-то есть. Рокеты помередленнее. Рокеты помередленнее. Да, скорее всего, на рокетах потерял. Ну, в принципе, вот, демкеры очень классные. И мил очень шикарно прошел, на мой взгляд, вот этим... Ну, вот именно вот этим роутом. Угу. Именно может быть. Что ж, демка Тимбла из Украины. 43.2. Быстрее еще на... Секунду-две. Скажи, ганим, play. Черт, я не его демку ткнул. Эээ, щас, щас. Щас, вот, джей, подожди меня, то я тоже перезапущу. Чтоб отмирею. Так, Тимбл. Подожди, подожди, подожди. Так. Play. Проходил по-верху. Да, теперь. Заказал сразу на вторую ступеньку. Да, вроде не словил. Он там два раза горел, то есть он подпрыгнул по скоба. А вот и... Как ты и хотел. ВГБ. Да. Ну, дальше ближе. Там скоро моя, наверное, его увидишь. Ну, да. По освободению граната. Лежал. Ну, Рокки, ты очень классно под рампу попал, кстати, очень быстро. И... Прямо перед рампой вызембился, отлично, да. Да. Ну, и того, 43,2. Угу. Поздравляем, Тимбл, стоп-3 на варкапе. Да, поздравляю. Так, ну что ж, дальше идет моя дымка. За 46,96. Не очень долго играл. Ну, посмотрим play. Я ее, вроде, в субботу, по-моему, поиграл немного и поставил. И отправил почти сразу. Ты нажал, да, play? Да, да. Вот я здесь двух прыжков запрыгивал сразу до туда. Вот я ее... Ну, через срезу. Здесь раз буст, два буст. Вот я через три прыжка, допустим, долетал куда. А вот рокки-то мне, по-моему, не вощем. Ну, так, ну, очень, я думаю, быстро. Ну, все, что, дороги-то, по-крайней мере, быстро очень. Ну, у тебя, по-крайней мере, быстрее сейчас. Ну, тем не менее, поздравляем, это просто топ-2 на варкапе. Да, 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 посмотрим. Теперь дымка будет занято в топ-1. Поздравляем его. Да, спасибо. Не стоит. Да, play. Что можно отметить? Посмотрим. Во-первых, у тебя стрейк чуть-то получше. Ты здесь с тех же, с трех прыжков запрыгнул сразу на вторую ступеньку. Целую секунду сэкономил. Вот. Ну, и вот как раз эту секунду почти до конца держал. Не, на слике вообще не сликал. И вот эта граната тоже закомаривалась. Потому что ты прям сразу же на штулю. Вот на этой гранате как раз потерял, но можно на мобильстве ее сделать. У тебя 2500 скорости было, у меня она много-много. Я для ней. Ну, да, я на гранате вот много потерял. Я почему-то не сообразил, что можно эту плазму там использовать. Вот. Ну, в общем, это все демки. Вот я переключаюсь на браузер. Угу. Браузер, вот он браузер. Значит... Ой, не топ-9, не топ-9, топ-8 были демки-то. Это прям... Ошиблись мы немножко. Ничего страшного. Да, ничего страшного. Вот. Здесь, в принципе, вот можно их качать. Можно прокомментировать, если что-то понравилось. Или если что-то не понравилось. Тоже можно прокомментировать. Да. Сейчас топ-9, новый компетишен на карте ES Vixen. А, это автор. Мап Рам Виксен. Ну, это очень олдскульная карта. Насколько я понимаю. Карта 2004 года. Да, 18-го, 07-го. Десять лет ей. Десять лет? Какой? Какой? Ты подожди, тринадцать. Двадцать лет карты. В общем-то, братья и сестры, играйте на новом варкапе. Присылайте нам демки. Сам я еще... Ты интерсмотрел уже карту? Я нет вообще не видел ни разу. Вот, я тоже не смел. Но скрин очень интересный. Будем надеяться, что олдскульная карта затянет новичков. И не только новичков. Ну что ж, присылайте демки. Будем ждать, будем делать цепторы. Да, спасибо, кстати, НЛ Аяксу за организацию всего этого. Без него, по идее, этого не было бы ничего. Просто что-то решил я вдруг отметить. Ну что ж, всем удачи, всем спасибо тогда. Да, всем спасибо, всем пока.